Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня и сегодня мы поговорим об эпид-ситуации в Запорожье. У нас в гостях заведующая отделением эпид-надзора за инфекционными заболеваниями Запорожского городского лабораторного центра Ирина Макарова. Ирина, здравствуйте! Итак, дети сегодня пошли в школу. Многие школы открылись после карантина. Какая сейчас ситуация с ОРВИ и с гриппом в Запорожье? По состоянию на вторую неделю 2017 года мы можем говорить о снижении заболеваемости. Это снижение мы наблюдаем уже на протяжении трех недель. Если на прошлой неделе эпид-порог был превышен на 84%, то на этой неделе он превышен, но абсолютно незначительно, меньше 1%. И мы прогнозируем дальнейшее снижение заболеваемости. Когда был пик заболеваний? Пик заболеваний пришелся на 51-ю неделю 2016 года, когда в неделю у нас за помощью обращалось 11 тысяч человек, 8 тысяч человек, то есть достаточно внушительные цифры. Если говорить об этой неделе, которая у нас закончилась, то за помощью обратилось 5122 человека. То есть мы практически в два раза меньше? Практически в два раза, конечно. Если сравнивать с прошлым годом, есть какая-то тенденция увеличения заболеваемости, либо же наоборот уменьшения? В этом году первая волна у нас началась раньше, чем в прошлом году. В прошлом году она началась у нас в конце января. И в этом году действительно очень много запорожцев обратились за медицинской помощью. Даже те, кто раньше этого не делал, стали более взвешенно относиться к своему здоровью. Действительно, при первых симптомах ОРВИ обращались в лечебную сеть, либо, если это было состояние тяжелое, обращались за скорой медицинской помощью. То есть в этом году действительно мы видим, растет обращаемость запорожцев. То есть из сознательности понимания о том, что это опасно и надо обращаться в больницу? Я думаю, да. И это хорошая тенденция, это хорошее направление. То есть это говорит о том, что наша санитарно-просветительная работа действительно действует и действительно дает свои результаты. И мы чего-то добились. На 28 декабря в Украине было зафиксировано 6 летальных случаев. Один из них, кстати, в Запорожской области после Нового года. Были ли такие случаи? После Нового года у нас зарегистрировано еще 2 летальных случая. В нашей области? В городе Запорожье. Я говорю о городе Запорожье. Это все люди из группы риска старше 75 лет, непривитые и с сопутствующими хроническими заболеваниями. То есть те группы риска, о которых мы рассказываем и до эпидсезона, и во время эпидсезона, и которые мы настоятельно рекомендуем делать вакцинацию. А вот сопутствующие заболевания, что это такое? Ну и так как эти люди пожилые, то это хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Какие штаммы гриппа сейчас распространены на территории Украины и Запорожья в частности? Если говорить о прогнозах, прогнозировали нам 3 штамма гриппа. Это АН1Н1 Калифорния с пандемическим потенциалом, АН2Н2 Гонконг и грипп Б. Но сейчас, по данным вирусологической лаборатории, которая у нас работает в области, пока от больных выделяется штамм гриппа АН3Н2 Гонконг. В городе Запорожье пандемического гриппа или калифорнийского в этом году пока еще от больных не выделяли. Какие вообще признаки заболевания гриппом и какие осложнения потом могут быть? Ну, всем известно, что грипп страшен именно своими осложнениями. Грипп относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, но не зря его выделяют отдельно от этой группы, потому что это тяжелая инфекция, очень острое начало. В течение 4-6 часов может развиться полная клиническая картина от момента контакта с больным. Всегда это острое повышение температуры. То есть больной буквально может вам час назвать, когда у него начались отклонения в состоянии здоровья. До 39 градусов. Боль в области мышц. Это сильная интоксикация. Очень часто начинается сухой надсадный кашель, потому что вирус гриппа, он тропин или, если сказать попроще, то он прикрепляется к слизистой оболочке бронхов. И отсюда сразу же начинается кашель, начинается бронхит. И может перейти в такие осложнения, как пневмония, которую мы в прошлом году регистрировали. В этом году есть у нас случаи пневмонии гриппозной, которые очень тяжело протекают, присоединяется бактериальная инфекция. И эти люди лечатся в условиях реанимационных отделений, отделения интенсивной терапии. И вот, к сожалению, есть такие случаи, когда не удается спасти человека. А в чем разница между ОРВИ и гриппом? То, что многие у нас считают, заболел, это сразу грипп. Называют грипп, начинают самолечение, лечатся от гриппа, делают это неправильно. Вот в чем разница существенная? Ну, конечно, есть какие-то симптомы, по которым могут люди различить. Но хочу сакцентировать внимание, человек не должен сам себе ставить диагноз. Человек без медицинского образования. Этот диагноз ставит врач, потому что у него есть соответствующая квалификация. Он знает основные признаки. А это, я уже говорила, резкое повышение температуры, сухой надсадный кашель. Это заложенность носа, насморк появляется потом, першения в горле обычно нет. Боли в мышцах, боли в суставах, глазных яблоках. То есть это все признаки интоксикации. Косвенно человек, конечно, может поставить себе диагноз, но я бы этого делать не рекомендовала. Нужно вызвать врача, и врач вам скажет, что это грипп или ОРВИ, и, соответственно, отсюда будет назначать какое-то лечение. Профилактика этих заболеваний. Что наиболее действенно? Наиболее действенно, я уже об этом не раз говорила, конечно, это вакцинация. Вакцинация – это основное направление. Я бы хотела, чтобы люди начали перестраиваться. Народные методы – это хорошо. Народные методы они не навредят. Но доказательная медицина должна существовать. И вот доказательной медициной обозначено, что вакцинация – это единственный действенный способ профилактики гриппа. Я не говорю об острых респираторных вирусных инфекциях. Если вы сделали вакцинацию, это не значит, что вы на 100% не заболеете гриппом. Она защищает на 90-95%, потому что грипп очень изменчив, и даже в процессе сезона он может, проходя через человеческий организм… Мутировать. Мутировать, да. И, соответственно, иммунитет может дать немножко сбой, не распознать этот штамм гриппа. Но вы заболеете, если заболеете в легкой форме или в средней, и не будет никаких осложнений. Поэтому основное – это, конечно, вакцинация. Как у нас с вакцинацией в городе обстоят дела сейчас? Потому что в конце года очень многие говорили о том, что нет вакцин, нет вакцин. Действительно, в этом году у нас сложилась ситуация с дефицитом вакцины, не только в Запорожье, но и по всей Украине. Связано это, конечно, с тем, что закупкой вакцины государство не занимается. Вакцинация от гриппа входит в разряд рекомендуемых вакцинаций. То есть, значит, эту вакцину закупает частный сектор экономики. Это частные прививочные кабинеты, частные клиники. Поэтому они анализируют риски, анализируют, сколько в прошлом году было использовано вакцины. И производитель, который завозит ее в Украину, он тоже проводит анализ рынка. В прошлом году было привито менее 150 тысяч человек. Поэтому производитель, естественно, зная, как Украина прививается, больше завозить не будет. В прошлом году сложилась такая ситуация, что до многих людей дошло, что нужно вакцинироваться. Спрос увеличивался и увеличился, предложение осталось тем же. Поэтому развился дефицит действительно вакцины на рынке. Несколько раз ее завозили в Украину. Но если смотреть по цифрам, практически на том же уровне у нас привиты люди. Как в прошлом сезоне, так и в этом сезоне. Говорят о том, что вакцинироваться надо заранее. До предсказываемый пик заболеваемости. И надо за месяц, хотя бы за полтора месяца это все делать. Если сейчас человек захочет вакцинироваться, можно это делать? Есть ли смысл в этом? Я бы советовала это делать, потому что циркуляция вируса у нас отмечается и март месяц, и февраль. После введения вакцины формирование иммунитета наступает где-то через 7-15 дней. То есть ни месяц, ни полтора. Через 3 дня уже начинают вырабатываться антитела. Через 7 дней уже минимальный титр антител. Через 15 это полноценный иммунитет. Поэтому, если есть возможность, конечно, лучше прививаться. Потому что... То есть и даже сейчас это может быть? Даже сейчас, потому что может быть вторая волна. А вот, кстати, будет вторая волна? Что обещают? Ну, посмотрим. Сейчас у нас пока нужно закончить с первой волной. Пока еще эпидемический порог у нас хоть не намного, но превышен. Сейчас дети выйдут в школу, естественно, заболеваемость вырастет. Но обычно у нас ситуация такая, что вторая волна наступает где-то в конце января, феврале, может быть, в конце февраля. Посмотрим. Каждый год все равно чем-то эпид-процесс отличается. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Ирина Макарова, заведующая отделением эпид-надзора за инфекционными заболеваниями Запорожского городского лабораторного центра. Берегите себя. Продолжение следует...